МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Саянское градообразующее предприятие 8 февраля прекратились поставки этилена после аварии на ангарском заводе полимеров. Вынужденная остановка производства на ангарском заводе связана с выходом из строя турбокомпрессора. Быстро заменить его невозможно. Сейчас часть деталей сломанной турбины напоравлена на ремонт в Чехию. Эту аварию генеральный директор Саянского предприятия Николай Мельник назвал квинтэссенцией тех сложных отношений, которые сложились между Саянским пластом и Роснефтью в 2015 году. В течение прошлого года шли переговоры руководства Саянского предприятия с Роснефтью по поводу цены на этилен, которую госкорпорация была намерена поднять почти в два раза, что практически сделала бы нерентабельной работу Саянского химпласта. Средний менеджмент Роснефти решил повысить эффективность своей работы путем повышения цены на этилен. Роснефть настаивает на своей формуле ценообразования, привязанной к валютным котировкам и котировкам зарубежных биржевых индексов. Это, к слову говоря, противоречит экономической политике президента, который призывает промышленные корпорации уходить от валют. В течение 2015 года, пока шли переговоры о цене этилена, поставки этого сырья на Саянский химпласт из ангарского завода существенно снизились. Соответственно, Саянское предприятие было вынуждено значительно снизить объем производства. По вопросу решения проблемы с сырьем, дирекция завода обращалась к губернатору Иркутской области. Были обращения в областное правительство, в областную прокуратуру. Отправлялись письма и президенту Роснефти Игорю Сечину, и заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Прошел ряд встреч в Федеральной антимонопольной службе, Министерстве промышленности и торговли. Однако вопрос о цене этилена до сих пор по-прежнему открыт. В конце концов, проблема стала темой обсуждения на сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 марта текущего года. Депутаты областного парламента приняли решение отправить письмо президенту России с просьбой обозначить дальнейшие перспективы развития САЭН-схемпласта и ангарского завода полимеров. Сегодня на ангарском заводе устраняют последствия аварии. Сроки ее ликвидации руководители Роснефти обозначили как конец мая. С 1 июня, по их словам, планируется начать подачу этилена на САЭН-схемпласт. 14 марта на САЭН-схемпласте было остановлено производство ПВХ. На сегодняшний день 1470 человек работников завода находятся в вынужденном отпуске, получая две трети заработной платы. Порядка 1700 человек продолжают трудиться на предприятии. Здесь продолжает работать несколько производств. До 1 апреля оставались в работе два электролизера на производстве хлора и каустика. Предприятие должно было выполнить обязательства перед партнерами, которые получают отсюда хлор и каустик. Продолжают работа системы жизнеобеспечения, очистные сооружения, водозаборы, службы энергетики. Кроме того, с 14 марта на САЭН-схемпласте начался остановочный ремонт. В связи с производственной необходимостью он был перенесен с августа на март-апрель. Так как сроки ремонта были перенесены в экстренном порядке, некоторые материалы, необходимые для ремонтных работ, находились еще в пути. Надеемся, что будем работать с колес и на дату окончания ремонта постараемся весь объем, практически весь запланированный, выполнить. Конечно, от некоторых работ придется отказаться в силу того, что комплектация требует времени, и мы не успеем скомплектоваться. Но основные работы, которые связаны с техникой безопасности, с безопасностью эксплуатации установки, с промышленной безопасностью, мы, конечно, постараемся сделать. На ремонте заняты ежегодно порядка 800 специалистов. Это прежде всего основные силы наших ремонтных подразделений, монтажно-строительное производство, сервисно-ремонтные технологические службы. Кроме того, работают подрядные организации «Вуссепстрой», «Электрон», «Техновектор» и специализированная организация «Металлопластмонтаж», которая одна из немногих работает на пластиковых трубопроводах. Мы основные силы направили на устранение замечаний по актам от браковки, по ревизии трубопроводов аппаратов, экспертиза промышленной безопасности и ЭПБ трубопроводов аппаратов. Значит, у нас на сегодня стоит задача порядка 1070 единиц трубопроводов и аппаратов провести диагностику и обследование, и провести экспертизу промышленной безопасности. Ремонт будет длиться 44 дня и завершится 26 апреля. Это более длительный, чем обычно срок. Поэтому на ремонте специалисты будут трудиться в обычном рабочем режиме, без продленки. Восьмичасовой рабочий день, выходные, субботы, воскресенье. Конечно, у всех некоторую тревогу вызывает. Вот сегодняшняя ситуация, которая сложилась в том числе и у руководителей подразделений, у рабочих, потому что многие связаны кредитами, прочими обязательствами. И поэтому, конечно, снижение заработной оплаты, оно понятно, что определенную тревогу как бы вселяет народ. Но при этом мы стараемся сделать все для того, чтобы люди не сильно потеряли в зарплате, хотя бы те, которые находятся на работе. На предприятии, которые сегодня используют кредитные ресурсы, есть понимание того, что впереди предстоит серьезная работа, чтобы восполнить производственные потери, которые Сенсхимпласт понес из-за вынужденного простоя производства. Мы сейчас практически в долг работаем. Чем быстрее этилен пойдет в нашу сторону, тем, конечно, лучше будет и, соответственно, позволить снять напряженность, которая сегодня возникла. У нас задача стоит провести качественный ремонт, потому что все равно рано или поздно этилен будет подаваться сюда, провести его качественно, обеспечить безопасность проведения работ, чтобы не было травм, обеспечить работу на повышенных нагрузках после выхода из ремонта, потому что наверняка первая подача этилена будет достаточно значительной для того, чтобы было исполнить те отставания, которые были допущены. Нам придется, конечно, на максимальных нагрузках работать. Генеральный директор акционерного общества Сенсхимпласт Николай Мельник приводил на совещание в Минпромторге расчеты специалистов завода для восполнения недовыпущенной продукции за три месяца простоя, а потери составят 85 тысяч тонн ПВХ и 45 тысяч тонн Каустика, с июня по декабрь на Сенсхимпласт должно поступать 110-115 тысяч тонн этилена. Это более 14 тысяч тонн ежемесячно. Такие поставки Роснефть ранее уже осуществляла Носенский комбинат, так что технологические возможности у компании для этого есть. 29 марта на Сенсхимпласт с рабочим визитом прибыли председатель правительства Иркутской области Александр Бетаров и руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышев. Они побывали в цехах предприятия, в них сопровождали председатель Совета директоров Сенсхимпласта Виктор Круглов, генеральный директор предприятия Николай Мельник, Морсоянск Олег Боровский. Александр Бетаров на брифинге с журналистами сказал, что ситуация, сложившаяся сегодня на Сенском градообразующем предприятии, с первого дня на контроле у губернатора. Правительство области делает все возможное для ее разрешения. Сергей Левченко направил в адрес главы Роснефти Игоря Сечина обращение, в котором шла речь о сроках завершения ремонтных работ на ангарском заводе полимеров. В современных условиях, подчеркнул руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышев, иметь для Сенсхимпласта единственного поставщика сырья очень опасно. Здесь стратегическим решением станет решение вопросов газификации Иркутской области и строительства газопровода с Кавыкты на Саянск. Сегодня губернатор Сергей Левченко занимается вопросом газификации Иркутской области, в которую в качестве этапа войдет и строительство газопровода до Саянска.